Андрей Вадимович, здравствуйте. Здравствуйте. Привет, привет. Здравствуйте. Привет, привет. Здравствуйте. Андрей Вадимович, вспоминаем сейчас 1985 год. Фестиваль молодёжи и студентов. Машина времени участвовала в культурной программе, да? Участвовала. Я могу сказать, что вот несмотря на слова предыдущего оратора, у меня не столь радужные воспоминания, потому что в 1985 году перестройка была действительно объявлена, но ещё не началась. Она была, так сказать, только указана на правлении. Поэтому фестиваль этот являл из себя странное смешение того, что было в Советском Союзе до и того, что должно было наступить после. Что касается нас, да, нас со скрипом включили в программу фестиваля, потому что мы уже пятый год бились за право выступать в Москве, у нас его не было, и мы надеялись, что с помощью этого фестиваля мы в Москву всё-таки выскочили. И мы таки в Москве сыграли, правда, уже почти не в Москве, а во Дворце спорта Сетунь. И написал, я исполнил песню памяти Высоцкого, и нам ещё на год Москву закрыли. К нам тогда приехали разнообразные исполнители, и в том числе, как утверждает информация официальная, которая была об этом фестивале и остаётся, приезжал Боб Дилан. Вам не удалось встретиться лицом к лицу двум величайшим бардам, двух величайших держав? Это смешная совершенно история, потому что о его приезде никто не знал вообще. Я узнал вот практически на последнем излёте и уже не успел ничего сделать, потому что он выступил на каком-то закрытом мероприятии с четырьмя зрителями. Буквально в смысле, чему был страшный дюлёр. А дальше его Евтушенко, по-моему, увёз к себе на дачу, оградив от дальнейших контактов с общественностью. И, в общем, на этом его визит закончился. Монополизировал, то есть, его по этой Евтушенке? Когда я спрашиваю кого-то про фестиваль, ну там, не знаю, папу в том числе, то есть ответ, ой, это было что-то такое, что сложно объяснить. И дальше вот, собственно, а в чём конкретно, вот я не знаю, было величие и невероятность события, как-то сложно людям сформулировать. Вот для вас, почему это было важное и знаковое событие? Ну, вообще, само ощущение того, что в Москве много иностранцев, они себя ведут гораздо более раскованно, чем местные жители, сейчас это уже не так. А тогда это было так. И вот они ходят, гуляют, веселятся, а москвичи на них испуганные, восторженно поглядывают. Понимаете, это ещё было время, когда хорошая иномарка вызывала скопление людей на улице. Собственно, 80-е годы, ну, по крайней мере, как я вот сейчас читаю, это время каких-то больших, знаковых, по крайней мере, не знаю, для поколения моих отцов, фестивалей музыкальных. И много читал, смотрел про музыкальный фестиваль в Тбилиси. Вот, собственно, то, что происходило в Москве и то, что происходило в Тбилиси. В чём вот разница, может быть, что-то общее? И что вообще такое фестиваль для того времени? Да, я просто на секундочку вклинюсь. Дело в том, что у нас вот Брэндон Стоун, он же бесик Шпетишвили, бесик Шпетишвили, вот. И он просил вас рассказать об этом фестивале. Да, мне папа рассказывал про этот фестиваль, что вы взяли первое место, я так понимаю, на фестивале в Тбилиси. Это правда, ребята. Вообще, как бы, были две республики в стране Советов. Даже не две, а четыре. Были три прибалтийских и Вологрузия. Они исполняли такие функции по полузагранице разрешённой. Там было можно немножко больше. Они были по периферии, и как-то там большее дозволяло. Сможет, руки не доходили от Центрального комитета, коммунистической партии. В общем, в 80-м году в Тбилиси прошёл фестиваль, который шуму наделал больше, чем, собственно, сам фестиваль. Как событие. Про него потом говорили, он стал каким-то легендарным. Ну, а по сути, действительно, впервые он длился неделю, а не два дня. И собрали туда несколько десятков ансамблей со всей страны. Было ощущение, что что-то в музыке нашей начинает происходить в смысле властей. Ну, на самом деле, всем настучали по голове после этого фестиваля. И ещё долгое время ничего не происходило. Отец меня назвал Ибун Кани подель Харби Бубакар. Вот. Она. И она огромная. Это, конечно, Советский Союз, это Россия. В какой-то момент я приезжаю на велосипеде. Всё, и дядя Алик перестал пить. У нас в студии Адам Маскин сегодня. И Адам переводит, в том числе и перепевает какие-то русские песни. Переводит на английский язык. Ну, чё ты племянник Боба Дилан? И в том числе у нас, ну, можно же это назвать прямо премьерой песни? Это можно, конечно, назвать премьерой песни, которой я вообще вот недавно как раз вот познакомился с этой песней. Вот невозможно, конечно, жить в России, сколько я живу, и не знать про вас и про вашего творчества. Поэтому для меня это большая честь. И вообще с вашим разрешением я сыграю вам песню. Мы попытаемся, может быть, угадать мелодию. Мы узнаем эту мелодию. Я думаю, вы... Мы её всосали с молоком. Да, я думаю. Так что. Окей, да, давай сыграем и послушаем реакцию маэстро. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Это прекрасно, потому что у этой песни у меня уже есть два перевода на английский. И на идиш. Третий по счёту и, по-моему, лучший. Мало того, вы замечательно, собственно, играете и поёте. Андрей Владимирович, спасибо! Спасибо, любим вас! Спасибо, что нашли время!